приветствую всех с вами хомиш на супер тест завезли нового французского шермана восьмого уровня который судя по всему будет премом и именно о нем я вам сейчас буду рассказывать называется данная машина м4а1 ревалорайс извиняюсь что по слогам но если бы я выговорил это очень быстро то вряд ли это было бы понятно и вообще я не уверен что это название так читается поэтому если вы знаете как правильно читать название этого шермана то обязательно напишите в комментариях потому что мне действительно интересно внешне эта машина очень похожа на израильскую версию шерман под названием м51 супер шерман но судя по ттх эта машина совсем другая и вообще непонятно откуда она появилась вдобавок нет никакого описания этого танка поэтому думать на его происхождение можно очень долго и в итоге все равно чего-то годного додумать не получится поэтому просто подождем того что напишут варгейминге в описании этого танка и сами узнаем откуда эта машина появилась но если вдруг у вас есть какая-то информация по поводу этого танка то обязательно пишите об этом в комментариях но я уже сказал что сходство кроме как супер шерманом я вообще никакого не нашел до информации по этому танку нигде толком не достать получается очередной танк в стиле 59 паттона или японского тигра о происхождении которых знают буквально два три человека но а ттх танк это вообще отдельная история здесь все просто песня первое что меня удивило так это вообще непонятно почему этой машине дали восьмой уровень я бы понял если бы это был реально супер шерман там хотя бы не какое-то бронирование есть какая-то динамика но здесь 50 миллиметров по лбу корпуса это что а и микс cdc что ли ну жесть какая-то просто да дали неплохо прочности 1400 единиц но это ни на что не повлияет потому что улетать она будет просто за пять секунд ведь 50 миллиметров вообще ничего спасти не могут даже некоторые первые уровни пробивает 50 миллиметров без проблем ну и плюс динамика она здесь полностью отсутствует ладно бы она была как у cdc или у каких-то других картонных танков что обычно как раз этим и компенсирует но здесь ее все равно нет понимаете то есть 13 лошадиных сил на тонну это отдельная мощность этого танка максимальная скорость 40 километров в час то есть по сути больше 40 вы ездить не будете так еще и чтобы набрать эти 40 километров в час нужно будет захотеть поэтому рассчитывать на динамику просто глупо да вдобавок дали неплохой обзор 390 метров неплохую радиостанцию 750 метров но это ни на что не повлияет и вообще вряд ли как-то будет спасать потому что на танке нужно будет держаться не знаю в пятых в шестых линиях максимальной жопе на расстоянии 400 метров от танка чтобы хоть что-то делать но ведь не стоит забывать о том что для всего этого нужна хорошая пушка с хорошей точностью что к сожалению этого шермана отсутствует да здесь есть какая-то более-менее неплохая эксклюзивная 105 миллиметровая пушка с альфой 390 и с 200 миллиметрами пробития причем основные снаряды подкалиберные а голда у нас кумулятивная которая пробивает 250 миллиметров что конечно же неплохо да но как для тяжелого танка который держится на ближней дистанции а ведь этот шерман не может держаться даже на какой-то средней дистанции потому что сразу же будет получать поэтому получается что это орудие по сути никак не спасает этот танк причем дпм опять же толком и нету 13 секунд кд и вроде бы да неплохая точность там 0.35 разброса что конечно ну как то радует но при этом сведение 3 и 1 секунды а это все таки тоже не очень хорошо и что у нас получается в итоге танк без брони без динамики с достаточно средней пушкой с неплохим обзором и неплохой радиостанцией все в итоге получается что у танка кроме обзора и достаточно неплохой пушки больше нету плюсов все остальное это сплошные минусы танк высокий еще и вдобавок ко всему то есть получается наш шерман еще будет светиться за тысячу километров поэтому я даже не знаю мне хочется верить что здесь ттх как-то уже пофиксит или что-то сделают потому что тут это вообще никакие ворота этот танк ну я не знаю мне даже сказать нечего я просто в шоке короче если вы согласны то пишите об этом в комментариях только не дизлайкайте потому что а за что это дизлайкать я ведь свое мнение просто высказал я думаю вы согласны потому что ну это реально бред ну а на этом собственно все да с вами был хомиш надеюсь вам было интересно спасибо вам всем за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки вступайте в мою группу вконтакте оставайтесь со мной на канале удачи вам успехов и до новых встреч